Тихо, 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 надо, 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 тихо. Этого щенка привезла сотрудник приюта. Его отравили. Есть 10 минут, чтобы поставить капельницу и попытаться его спасти. Для таких тяжелых пациентов в приюте отвели отдельную палату. Здесь у каждой собаки своя история. Она у нас месяц, да, Редочка? Переведем в щенятник. Вот так вот. Она очень подвижная, конечно, суперактивная. Приют «Верный друг» существует уже 4 года. Сейчас здесь живут 800 собак. И с каждым годом их становится больше. Последние два года собак здесь не стерилизуют. Вопрос в цене. Процедура обходится в 5-7 тысяч рублей. Стерилизация всех обитателей приюта обойдется в 4 миллиона рублей. Прежде насчет организации поступало в среднем 100 тысяч рублей в месяц. В октябре этого года лишь 2 тысячи рублей. Астраханцы не стали меньше тратить на благотворительность. Просто монополисты на астраханском рынке благотворительных услуг подвинули волонтеры. Раньше они все средства передавали приюту. Теперь параллельно собирают деньги на помощь бездомным животным. «Очень много, мягко скажем, непорядочных людей стали выставлять свои карты сбербанковские, вводя в заблуждение людей. И эти люди не тратят на содержание приюта. Они тратят просто на свои цели». «Перестали доверять даже не приюту верный друг, а руководству приюта. Соответственно, как в лице Марченко Светланы Эдуардовны. Потому что в связи с тем, что на протяжении 4 лет Светланы Эдуардовны просили предоставить какой-либо отчет». Не верит и художник Борис Черниченко. Он не раз жертвовал и свои средства в приют. Оттуда он забрал и двух дворняк. Он пишет их на своих картинах. Теперь художник готов к более масштабному проекту. Среди серых астраханских многоэтажек он ищет место для собаки. Ее большой портрет должен привлечь внимание к проблеме бездомных животных. «По техническим требованиям, допустим, я считаю, приюты неэффективны. Дело в том, что там условия содержания собак, они очень примитивные. Это скорее концлагерь напоминает для собак, чем приют». Еще полгода назад картина Бориса Черниченко была и в приюте. С надписью «Жду тебя». Ждут и волонтеры. Отчетности. «Деньги собираются. Куда деваются наши деньги». Когда руководство группы, ну, администрация группы выходила нам, госпожа Марченко, и говорила, Светлана Эдуардовна, вот у нас требуют отчеты. Она всегда говорила, группа никакого отношения ко мне не имеет. Люди дают деньги, люди хотят знать, куда девают их деньги. И банально люди хотят благодарности. «Вот видите, вот они, все поступления. Вот, видите, вот все чеки, все доединили. Вот, видите». «Это, как вам сказать, это не цивилизованно. Это законно. Ну, если не запрещено, то и не поощряется. У нас есть баланс. Человек, который захочет прийти, он посмотрит полностью авансовый отчет. Полностью и все это и есть». Такой же отчет о тратах публикуют и волонтеры на странице своей группы в социальной сети. За прошлый месяц им на счет поступило 30 тысяч рублей. Эти средства тратят на помощь конкретным собакам. Их истории тоже публикуют в группе. Отдавать эти деньги приюту и объединять свои усилия в помощи животным не собираются. Но скоро встретятся в суде. Руководитель приюта Светлана Марченко требует признать волонтеров машинниками и компенсировать ей моральный ущерб. Что будет с собаками и какова судьба приюта, не уточняется. В вольерах остаются сотни животных. Яна Бузычкина, Сергей Горянин, Центр новостей.